Главное, что я пытаюсь сделать, это дать раскачку вашему сознанию. Мы, видите, даем и тексты из Писаний, из Библии, и те, которые мы получили в тонком плане, и те, которые есть в опыте человека, и есть те, которые получены научным путём. И я пытаюсь это всё как бы синтезировать, показать, что многие вещи, которые мы воспринимаем как-то обособлены, не связаны друг с другом, на самом деле они очень тесно переплетены друг с другом. И вот здесь есть небольшие такие дополнения. Начальный аспект нашей Вселенной – это квантовый мир субатомных, то есть доатомных состояний. Тонкий мир идей предшествует процессу материализации. Здесь прямо ключ к тем технологиям, которыми мы работаем, занимаемся восстановлением органов, восстановлением нормы здоровья, то есть сначала тонкий план. Мир идей. Если вы там об этом думаете, мечтаете, желаете, хотите, то это и начнёт происходить. Нашу Вселенную именуют Небодон, то есть Дно Неба. Само название говорит о том, что духовная составляющая мироздания имеет многоуровневое строение, которое в своём высшем аспекте выражается всеобщим единством, определяемым словом Бог. То есть Высший Отец. Отец всему. Каждый субъект мироздания личностно повторяет этот многоаспектный алгоритм своего бытия, как правило, даже не подозревая о иных состояниях самого себя. Духи приходят на землю для духовной работы, но при рождении в материи забывают о своей духовной сути. Потому и дают нам святые писания, чтобы мы вспомнили, кто мы, где мы и зачем. И мы постепенно, параллельно нашей обыденной жизни, ассоциативно начинаем вспоминать, что когда-то у нас была совсем другая жизнь. И что эта другая жизнь должна быть синхронистично совмещена с жизнью физической, материальной. Но земля – очень тяжелый плацдарм для такого совмещения. Как здесь, в плотном плане, совершать неподдающиеся духовным воздействиям материи процессы, достичь своего прежнего божественного состояния? Только через доверие Высшему Водительству Духа. Отец спрашивает, хочешь ли ты довериться мне? А мы в ответ не мычим, не делимся. В чем-то хотим, в чем-то колеблемся. Получается, что нет полноты ответа. А без полноты ответа нет Исаития с Отцом. Первый грешник Каин на просьбу Бога принести ему в жертву первые плоды урожая, плоды какие-то принес, но не те, что от него ждали. Потому Господь их и не принял. Каин был земледелец. Поэтому все стали думать о хлебе, о булках печеных. Но хлеб – это не булки, а знания. А плоды знаний – это учения. Вот каких плодов ждал от Каина Бог. Первые начатки понимания, нравственных установок своего божественного учения. Если бы Каин их имел, то своего брата Авеля он бы не убил. Следовательно, чтобы не было зла, должна быть полнота понимания. А когда у нас в голове мысли всякие множатся, в том числе не всегда светлые, каких плодов мышления мы ожидаем? Темные мысли, как песок неверия. Вот если в механизм машины песок набьется и грязь сопутствующая, будет ли такая машина исправно работать или сломается. А ведь есть силы, которые целенаправленно сознание человека загрязняют. Человеческий плод развивается в воде. Замути эту воду еще до родов, ложной информацией, и потом начнутся плутания по жизни, ошибки судьбы. Ведь сознание – это структура, позволяющая душе управлять телом. А если восприятие сознания ослаблено и загрязнено, как оно будет управлять? Концентрация сознания означает увеличение плотности информации, что ведет, в конце концов, к ее материализации. Мысль, желание, действие – первичный, главенствующий элемент творения. Душа организует сверхвременное восприятие событий. А как на импульсы души откликнется сознание, если оно загрязнено? Вот почему необходимо божественное водительство. Через откровения, которые ведут человека к осознанию. А сознание – это дозорный, который подсказывает. Ты идешь в грязь. Смотри, не увязни. Материальное проявление сущностей космоса является заключительной стадией саморазвития, потому что именно здесь, в условиях физической реальности, достигается высшее состояние единства, противоположностей в богоподобии, определяемые термином «богочеловек». Люди – это материальные дети Духовного Отца. В процессе своего физического проявления они должны достичь тождества своему высшему аспекту образа и подобия, своему высшему духовному состоянию, именуемому «высшее Я». Все, что мы делаем на земле наших помыслов, это собрание различных аспектов своих космических состояний в интегральное единство. Видите, еще одна задачка такая, не слабенькая. Давайте соберем все свои космические состояния в интегральное единство. Кому-то покажет все сложно, а собирать-то все равно надо. Бог – это состояние нас самих в единстве наших помыслов о всеобщем благе развития. Это и есть эволюция Духа в состоянии всеобщей проявленности в богоподобии. Это происходит на протяжении многих реинкарнационных периодов, итогом которых является достижение Христа сознания, являющееся и космическим, и духовным феноменом одновременно. Люди, достигшие Христа сознания, торжественно объявляются создателем, господами и владыками мира, то есть свободными в своей личной вселенной развитии, где они становятся богами уже с большой буквы всех собранных в единство компонентов своего материального и духовного проявления.